Правительство Японии разрабатывает летающее авто. Оно надеется, что подобный аппарат зажжёт Олимпийский огонь во время Игр 2020 года в Токио. Однако первые тесты показывают, что впереди ещё долгий путь. «Мы считаем, что летающие машины могут решить много проблем, которые стоят перед обществом. Они помогут обходить пробки в городах, доставлять людей в зонах бедствия и горных районах. Также они помогут развивать туризм». Toyota и группа её компаний инвестировала в японский стартап Cartivator 375 тысяч долларов. Летающее авто под названием SkyDrive сможет как дрон взлетать и заходить на посадку вертикально, а также развивать скорость до 150 км в час. Однако разработчики говорят, что пока не решена одна очень важная проблема, связанная с безопасностью будущих аппаратов для пассажиров. «С точки зрения безопасности, самыми опасными считаются пропеллеры. Если дотронуться до вращающегося пропеллера, он вас порежет. Он острый, как нож. То есть, если говорить о пассажирах, то тут встаёт вопрос безопасности». Успеют ли сделать летающие авто к 2020 году – большой вопрос. Продемонстрированный в прошлом году образец разбился, не поднявшись выше человеческого роста. Недавние испытания показали, что пока посадка не такая мягкая, как хотелось бы. Задались целью разработать летающие машины не только в Японии. Так, в подобные технологии инвестировали и Google, и компания по созданию дронов «Эханг», и китайский автопроизводитель «Джили» и немецкий автогигант «Вольцваген».